И всем привет, друзья, с вами Сейнс МС, и сегодня мы впервые посмотрим на карточную игру от Bethesda под названием The Elder Scrolls Legends. Итак, долго тянуть кота за хвост мы не будем, приступаем к первой главе под названием Битва в Яме, или Бойцовская Яма, тут как угодно. Прологовый ролик просто до убожества не какущий, поэтому я его пропускаю, и мы сразу же вступаем в бой, чтобы разобраться, что вообще из себя представляет игра-то. Так, я против, я играю за имперца, там вначале вы дали выбрать расу, а you go second, я хожу вторым. Так, он вызывает краба, судя по всему, одна атака, одна защита. Хорошо, мой ход. Мне дают какого-то ящера. Положите существо в линию, мне говорят. Окей, положили. Заканчиваем ход. Оформление, скажу вам, ну, совсем так себе, то есть, просто неплохо, нехорошо. Фон такой достаточно дешевенький, прорисованный так, он может пробивать, видимо, и по мне еще, к тому же. Окей. Мне пришла только одна карта, да? Нет, конечно же, нужно атаковать с существом. Три-1, потому что оно... Вот это хорошо. Так. Когда существа атакуют, они носят урон, равный их силе атаке. Окей. У меня остаются эти 6 хп, друзья, всего. Вот, это классно, классный лучник. За три маны он целых. Этих я добиваю краба, дабы мой лучник потом не сдох. Угу. 2-4, это неплохо. Ну да и ладно, у меня есть при этом... Так, а что это такое? Ух ты! Я могу дать... Тяжелый боевой топор, причем всем кому угодно, серьезно. Лучнику, что ли? Ой, да ладно. Ну, мы его добиваем же таким вот образом, потому что плюс 4 и 1, это просто... Ясно, на самом деле, есть 8 хп, всего. Ты очень хорошо справился с этим топором. Если бы мы работали вместе, у нас был бы шанс. Итак, мы получаем уровень, друзья. Ну, ладно. Левел ап. Что нам дадут за левел? Награды. Так, книжонку какую-то, в ней я получил... Ага, получая уровни, вы можете улучшать карты вашей коллекции. Стартовые карты. И что я получил в итоге? При вызове я наношу 1 урон. Еще. Хорошо. Ладно, дальше. Эта карта какая-то будет, разумеется. Так, делать 3 дамаж просто. Крашинг блоу. Разрешительный удар. Так, added to your deck, окей. И... Орг-клансмэн. Гив 0, 1 плюс 1, 0 к какому-то кричу. Хорошо. В принципе, настолько все, вот настолько прямо в МТГ, что пока не понимаю, в чем суть этой игры. В чем ее смысл создания, если есть МТГ. Которая определенно лучше будет, чем... Так, глава 2, побег. Хорошо. Проходим несколько глав, смотрим, что к чему. Я хожу первым, судя по всему. В этот раз нам по 12 хп отсыпали. Окей. Это что такое? Discovery Pile и UDEC Card. А посмотреть их, наверное, и нельзя, да? То есть, просто сколько есть. Так, а почему... В этот раз еще разделили на две половинки, кстати. Левое-правое, насколько я понимаю. Хорошо. Окей, он кладет сюда. Акалит. Мой ход. Вот и орк подтянулся. Хорошо. А можно ли его вытянуть, например... Можно сказать, hello. А, давайте положим сюда, и он даст... А, рандомно... А, нет, не рандомному, а какому-то конкретному существу. Хорошо. Теперь я добиваю его существо, дабы мое осталось живо. Его погибло, потому что 2, 2, это... 2, 2, то есть я потом солю, скорее всего, еще одно существо в него, а я с вами буду протакивать моего в лицо. Опять у меня динозаврик вышел. Давайте сюда. Можно было бы ему в лицо напихивать, а можно было бы и... У меня 2 маны осталось. Ничего с ним сделать не могу, насколько я понимаю, да? Ну ладно. А вот плоховато на самом деле, что я положил сюда. Насколько я понимаю, я не... А, вот, отлично, делал 1 дамэдж. Замечательно просто. Ну, понятно, что обучение, оно в любом случае построено под нас, то есть даже если мы криволапы и так далее, то мы выиграем его, но... Хотя, наверное, если совсем тупить, то можно и не делать то, чего требуется. Можно так... Кричер с... Наверное, 2 пауэрлэс, да, 2 силы и меньше, но стандартно. Настолько, опять-таки, стандартная карта, что делал 3 дэмэдж. Хорошо. Экшен сюда и добиваем. Еще есть небольшой такой... Небольшая задержка в действии карты. То есть, вот я сделал одно действие, нужно знать, пока оно закончится, и тем, как это действие второе. После того же Харстоуна, который нас разбаловал. Когда можно накидать, там просто кучу этих... Действия. И ждать потом, когда они закончатся. Здесь нужно постоянно ждать. Это плохо. Мне лично не нравится. Ну, а в остальном пока... Так, а почему нам дали? За награду, что ли? Хорошо, смотрим, что... 2... Просто 0,2. Понятно. Просто девочка, как бы... Кири какой-то там, медикам в данном случае. И имп. When a friendly имп attack, делай ту дэмэдж, что ее... То есть, если сделать имповскую колоду, то... Каждый будет неплохо. Ну что ж, друзья, устраивает. Dark Omen. Блин, настолько... Вот я сейчас текст читаю, друзья, я вам его... Не перевожу, как бы быстренько достаточно говорят. И... Вот он настолько не... Соотносится к тому, что я вижу в игре. Как-то, не знаю, в МТГ, что ли. Наверное, я понимал вообще, что сейчас происходит на поле боя. Здесь, кстати, уже по 20 хп. Но в итоге, наверное, будет 30, сколько я понимаю. О, тут карты начали высыпать. Теперь я... Сам выбираю, что делать. Хорошо. Пока только одна мана есть. Интересно, чем это разделение нужно было им делать? В чем стратегический смысл этого разделения? Черт. Жалко импа моего. Жалко, конечно. Ну ладно, ничего не поделать. Ваша мана увеличивается... В данном случае это мэджика называется. Увеличивается на один каждый ход. Подождите, даже если абыть... Так, то есть если я атакую, я ношу еще два урона к тому же. А если их будет несколько, интересно, то за каждого? Или именно если этот атакует? По контексту непонятно. Вообще, обычно это значило бы, что любой им атакует и... Срабатывает эта особенность. Но здесь, видимо, не так. О, друзья, это хорошо. Эта девочка нам сейчас очень пригодится. Она даст нам хпшечку, которая, по сути, позволит нам выжить. Это очень хорошо. Правда, я мог вызвать что-то более крутое, но... Так, плюс один один и... Ясно, кому он выдаст? Вот так. А это что сделает? Этот пробьет мне по лицу. Хорошо. Хорошо. Ну как хорошо, нормально. Что мы сделаем следующим ходом, друзья? Мы следующим ходом сделаем следующее. Мы сделаем вот так. Нет, если я его вызову, он добьет меня вот этой дрянью. Хотя... И пускай добивает этой дрянью. Вот так. Теперь, кого бы он не добил... Ну, окей. Я мог бы, кстати, этим выстрелить сюда. Он, в любом случае, добивал кого-то из моих. Да, и ладушки. Так, deal 3 damage. Хорошо. Меня устраивает, наверное, вот этот вот расклад. Я... А я призову вот этого чувака, и в моем прямом полицу просто все. Чуть тянуть. 4. Ну, добьешь ты этого, да? Еще. Или по лицу будешь бить? По лицу? Психопат. Хорошо. Так. Сюда. Какую-то бутылку я кидаю вообще. В общем, может, это былаова, имеется в виду, ну, или это как бутылка. Все, осталось у него 5 хп, и последний ход я его добивал. Так. Драво-карта. Когда она выходит на поле, тяните карту. Кстати, как вам, друзья? Рисуночки, арты на картах мне пока очень даже так себе. То есть, настолько они неживые. Вот это вообще некрасиво нарисовано. Так, ну тут Ботелокс можно надеть, но я просто так добью. Вот. И как-то... Ну, не знаю, без души, что ли. Одни те же. То есть, просто человечки нарисованы, да? Может, немножко неплохая отрисовка доспехов, но в целом... Вспомните, же МТГ некоторые карты просто восхи... Так, он там тут в сюжете к нам распиливает такой... Ах. Я смотрю боевку. Я не смотрю сюжету составляющую, потому что это бета-тест. Куча всяких... Так, уровень. Я могу... А могу я повысить что-нибудь другое? Пожалуйста. Почему я могу повысить только вот эту карту? Окей. Шесть-два. Шесть-два. Ну, да, блин. Ему бы какой-нибудь рывок выдать Хейсту из МТГ. Было бы круто. Это что такое? Стрэндж. Стрэндж операции. Так, хорошо. Мы открыли себе бустер только что. Бустер на силу. Сколько? 9 за 1? Вот, чардж. Здесь есть чардж. То есть, аналог Хейста. Вызываем с учетой, оно сразу может атаковать. Фарболл один по всем существам. Окей. Ну что ж, неплохо на самом деле. Довольно в колоду. Давайте дальше сыграем. Пока в моей колоде почему-то все существа... ...вызывали вверх, чтобы встретить Ланнадз. Сорсерский парень из сладоков. Довольно в действиями. Но дорога вверх была далеко от очевидения. Посмотрите, что у нас здесь. Стандартный фейс. Открывай твои деньги, или ты умрешь. Это наш путь. Никто не проходит, без платить трюбию. Мы не получили денег. Как и отбирать наши жизни. Ой, отправились в поисках волшебника. Нарвались на разбойников. Совершенно не шаблонно. Вообще прям... Вах-вах. Хорошо. Так, а что за рунки такие появились вокруг меня? Что... Понятно. Каждые пять хелсов, которые мы будем терять, мы будем терять рунуку и получать за эту карту. Так. Вот этот подойдет чувачок нам сюда. Очень, кстати. Шесть-два, это круто. Я понял. Блин. Хм. Так, мы в меньшинстве. Давайте-ка выпилим их до того, как они до нас доберутся. И что это для нас значит, друзья? Так. Я сейчас... Что я могу? Наверное, я могу... Призвать вот эту девочку... Дать... Нет, наверное, лучше чувака просто призову. Пока буду выпиливать мелочь, а потом... Блин, жалко ее. Жалко, жалко, конечно. Лучше себя кидану. Будет три-четыре. Хорошо. Да-да, каждое с вами мы теряем. Окей. Значит, что мы делаем? Мы вызываем за... Кричи с чарджем, как я говорил, могут иковать сразу же. Вот так. Вот сюда. Заканчиваем ход. Три-четыре. Да, он пробивает планей. Мне бы сейчас очень пригодился паренек, который носит, ну... Дилстри демидж. Черт, плохо. Хорошо, давайте сделаем следующим образом, чтобы все наши остались живы. Мы сделаем вот так и вот так. Так, все, теперь у меня два существа на поле. У них по нулям... Так. Подождите, что он делает? Как-то это хренашечки он призвал. А, призывает по два бандита на каждую из линий. Ладно. Я могу сделать с фаерболом по ним. Сейчас он возьмет карту. Ладушки. Оп. Так, мелочи совершенно незначительные для нас. Ладно. Дилу он демидж устраивает. Настраивает. Ага. Так, добиваем, чтобы он там не накачал потом ничем. И пробиваем по лицу. Ну да, пускай он там все лупит пока, по-моему. Я нас еще потом добиваю. Картиночки очень-очень не радуют. Они все совершенно однотипные. Просто без интриги, как говорится. Вот видите, о чем я говорю здесь? Хочется кликнуть на эту штуку, а... Ну то есть, все-таки какой-то стак действий может быть. Пока это моя карта еще не дарила, успел сделать. Но тем не менее, если оно не так плавненько все, как в фэрдстоуне. Так, я... Последний бандит, да ладно. Ой. Итак, надо вам, друзья, здесь перевести. Когда мы расправились с последним бандитом... Точнее, когда мы расправились с бандитом, и последний из них упал на колени и замолился. И если мы его пощадим, он покажет нам, где лежат ништяки. Но призрак... Торговца, которого они убили, требует возмездия. И нам... У нас есть выбор. Пощадить и получить карту плюс 2-2 меч. Либо все-таки казнить его. И получаем карту уничтожить существо. С двумя силами и меньше. Конечно, мне скимитар нравится больше. Я не хочу щадить его гребаного бандита, но мне опять-таки нравится остальной скимитар. Очень хорошая штука, потому что 2-2 за одну манну... Блин, реально круто. Окей, пощадили. Вот эта развилочка была достаточно интересной. Просто... Милость может быть весьма выгодным выбором. Так, награды. Опять карты. Щит плюс 1-3. Здесь очень какой-то странный стоимость пробахов. Такие бафы так дешево стоят. В МТГ все гораздо дороже. Зачастую, конечно. Иногда тоже есть дешевые штуки, но они... 2 маны плюс 1-3. Не знаю, это очень круто. Ну и гвард, со собой обычный 2-3 чувак. Поехали дальше, друзья. Ну настолько же убого сделаны эти ролики. Просто слов нету. Как? Ну вот это еще ничего, но вот эта карта, она просто ужасная. There must be some misunderstanding. What kind of misunderstanding? The kind where you thought we'd come quietly. Блин. Серьезно? То есть на нас нападают стражники, которые... Я вот не понял, они либо мой меч опознали, или меня опознали, потому что я сбежал из тюрьмы. Я не успел... Так. The domination troops have two guards already in position. Так, у них уже два противника есть. Так, а в чем прикол? А, у них... Господи, я аналог забыл, как в МТГ называется. В общем, их нельзя, видимо, проатаковать. В Христоне это называется провокация. Как это здесь в МТГ, я не помню. Да воздушных юнитов такое есть. Так, ну ладно. Сейчас разберемся. Так. Хорошо. Метчик у нас есть. Ну понятно, охранники должны быть уничтожены, причем я смогу атаковать кого угодно, кроме них. Давайте сделаем, что мы сделаем. Мы вызовем... Ого! Вот это чувак, я потом накачаю. Отди сюда. Пока у меня есть накачка, и вот этот чувак, они вместе. Просто жара. Черт, собака. И еще накачает? Ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. Дил 1 демидж. Это не... Это не плохо, на самом деле, по-моему. Весьма. Сейчас мы сможем... Ого. Так, подожди, текунечку. А, я потерял только что хп, поэтому мне снялся. Да, с две карты. Окей. Сейчас сделаем все очень красиво, друзья. Смотрите, что получится у нас. Ох, ё, даже так. Мы вызываем нашего чувачка, который носит... Одну единицу урона вот сюда. Выбиваем вот этого красавца. Выдаем нашему меч. И просто выносим 5-6 за пару ходов всему живому щенку. Главное, чтобы у них сейчас не было. Вот это плохо. А, это... Да, пока... Опа, нет урона, если только страшно. Ну, это же... Он пришел прибивать по лицу. Это его выбор. Так. Оп-оп-оп, друзья. Значит, что мы делаем? Мы берем нашу провокацию. У нас, помню, есть гвард тоже здесь. Ставим гарды сюда. Меня устраивает такой расклад. Потом добавляем в гарду... Хпшечку вот этой женщинкой. Так, айтем... Айтем пробиваем по лицу, потому что у него 3 урона. Жалко, разменился с 2-1. Я смогу добить его девочкой. Опять. Это... 9 хп становится опасным. Ох, щас я... Щас я могу устроить здесь веселуху, на самом деле. Чардж у нас есть. Окей. Я не знаю, наверное, стоит съюзать вот этот фаербол. Или не стоит съюзать фаербол. Давайте съюзаем фаербол, друзья. И кидаем щит на нашего чувачка. 4-4. Сейчас я его за 2 хода заблю до смерти. Так, у него сейчас главное, чтобы не пришло слишком много карт на урон по мне. То есть... Хорошо, это фигня. Тоже фигня. И гард еще один. Один всего? Окей. Вот. Все. Что ж, это было не то, чтобы напряжено. Просто у них существа, которые пробивают по мне по лицу. Но это, как мы... Любой, кто играл в МТГ, либо в... Хардстоун. Далевый карточник. Я знаю, что если слить поле, то потом его уже не восстановишь. То есть у него... Рашевая колода была, и явно она не вытягивает слишком мощные бафы. То есть вот... Есть среднее существо. Бафы еще стоят 5-6 в начале игры, там третий ход, четвертый ход. Это просто... Так, увеличить лучше существо можно. О, тут есть выбор. Конечно же, 3-6 гард. А, есть еще... Это... Пробивной удар. Он наносит урон существу. Если существо... Там было меньшее количество хп, нежели его урон. Еще и в оппонента влетает. Но 3-6 слишком слабо. Я за хп всегда. Вот эта вот система развития колоды, это, друзья, я вам хочу сказать, реально интересно. Но непонятно, опять-таки, что карта только одна в колоде у меня такая может быть. То есть вот реально второго жука этого быть не может там-то, да? Это очень странно. Вилл Пауэр. Карта с Вилл Пауэром. Так. Что они мне дают вообще? Сейдус ее получает плюс 0,1. ОНГОИНГ. Видимо, оно в процессе. В процессе того, как оно висит, оно дает. Это рарная карта вообще, она фиолетовая. Вот я не знаю, по показателю ОНГОИНГ. Наверное, оно будет в каждый ход это накидывать. Только так. Дальше, когда вы призываете существованию, любое существование, получаете плюс 1-2. Тоже очень классненько. То есть это карты... 4-7 гард. Вот это круто. Неплохо, на самом деле. То есть я очень... Так, ну все, мы пробились через эту дорогу. Но, как всегда, нас ждут какие-то еще дикие опасности и так далее. В общем, сейчас будем бодаться какими-то животными. Фолки против Сейнт Сэма. 30 хп, полных 30 хп, это все. Все, можно получить 5 карт таким способом. Так, под... Показать ночи... Ага, ну на них есть... Шадоу. Вот и пока они не выйдут с этой тени, мы не можем их атаковать. Здесь маскировка в Хорстоуне. Столько, настолько привычные механики, что прямо... Ага. Это у всех существ получается. А-а-а, то есть здесь глобально просто идет ночь на улочке, и мы сейчас... Какое бы существо ни положили на линию с этим показателем, они все будет в тени. И вы хоть нельзя по ним влонить просто. Понятно. Ну ладно. Какое-то вот существо, блин, я не знаю, офигенное просто. Янг, Волв. Яна потом пойдут более крутые волки. Но пока вот так. То есть, а мне бы нужно сейчас пробавить было, конечно. 2-1. Хорошо, пускай. Сейчас я буду фейтить, видимо, и не знаю, что ему делать. Опа! Так, призывает... Одного волка 1-1. В соседнюю зону. Так, ну, понятно, я бы приведу сюда, потому что... Так. Так, карта сыграна один раз. Ну, хорошо, давайте попробуем, что это даст нам. Так. Вот она висит у меня здесь. И как она будет работать? Каждый ход? Сейчас узнаем. Онгоинг. Черт, нет, только не ему, только нет, нет. Блин, он же... Он серьезно... В щи мне стукнул? А, нежданно немножечко негаданно. Ладно. А как же насчет ангоинга? Я не очень понял прикола. Я могу даже за 4 маны, получается, отбав давать или куда вообще? О чем идет? Сейчас разберемся, друзья. Так, он опять призывает одного волка на соседнюю сторону. Окей, у нас есть офигительный просто гуард. Хайв, которого мы развилил. Реально крутой, на самом деле. А волки спамят мелочью. То есть, вот здесь все волки разобьются об этого без проблем. Так, и давайте-ка вот эту вот радость мы забафим. Так, карта осталась у нас здесь. Посмотрим, может она потом скастуется на 4 маны. Раз, разбился. Понятно, понятно. Понятно. Не все, разумеется, прилетели в нее, потому что... Ну, а как же им быть? Хорошо, этот этот вот меня полностью устраивает. Дело в том, что сейчас я туда призову еще тигра. Это будет... Тоже точно такая же прибываемая для них стена. Да, ради бога. Согласен. Хорошо, у них карты не осталось на руках. Ам... Так, сюда. Накатываем по щеку. Раз, два, три, четыре добьешь. Ты сюда, а ты будешь таковать или нет? Будешь таковать. Хорошо. Все, один маленький мученок остался. Сейчас будем разбираться с тем, что эта карта дает. Может ее кастовать опять. Этегард у нас, окей. Что это? Что она-то? И что такое он-гоинг? Ты даже после пояснения не очень понял. Охренеть просто. Боже, так она, по-моему, всем моим существам. А, это enhancement из... Этого... МТГ, который жить на поле и постоянно действует на всех. Господи. Все, вопрос... Ну, то есть, это очевидно, но она так просто сделана странно, что... Я ее сыграл один раз, и пока ее каким-то особенным спеллом не уберут, она постоянно будет давать вот это вот свойство. Плюс один, ноль всем существам на поле у меня. Просто лежит с этой стороны, и непонятно, что сейчас моих ребят что-то зелененьким стало. Ой-ой-ой. Девять, охренеть. Просто мы добиваем уже все дело, заканчиваем. Но... Пока это копия МТГ. Это, блин, вот настолько копия МТГ, насколько это вообще возможно только. Только... Ну, так как начало игры, обучение, механики постепенно раскрываются. Так, убив всех волков, мы услышали... Ну, все должны даже по картинке понять, что происходит. И вот мы решили взять с собой волка или убить этого волка, видимо. Наверное. Сейчас посмотрим. Если мы адопт, ну, усыновим... Усыновим эту дабу, идея, ну и как бы... Возьмем его с собой, то мы получим волка плюс два нолю. We'll have the most creature in the last lane. Ага. Вот волк получает плюс два ноль, пока и в этой лайне у вас больше всего существ. Ну, забавный волк. Так, а если мы прогоним его, то пророчество какое-то возвращает существо в руку владельца. А что это такое prophecy? Я не очень знаю. Prophecy you may play this free when you drown from... А, каждый раз, когда мы тянем эту карту из разрушенной руны, мы можем сыграть ее бесплатно. Отстойная карта на самом деле. Ну, не знаю, но... За три маны вернуть существо в руку противника? Блин. Очень даже так себе. Хотя, опять-таки, не обязательно противника владельца. Я могу вернуть ее в свою руку и тогда скастовать какой-нибудь классный пробав еще раз. Но волк прикольный. Мне нравится волк. Во-первых, ну, хочется себе волчонка заиметь, собственно, снежного. Снежный волк. Да, они его взяли и уверовали, что он, может быть, вырастет с мощного волка. Ау. Так. Карта лучница за пять маны. Мы вышли, дорогие карты, друзья. Тоже рарная. Пророчество опять по тому же принципу. И мы можем занести один урон всем существам противника в этой линии. Ну, за четыре. Ведь если бесплатно сыграть через профессии, то будет, конечно, очень круто. А, эта карта вообще тупо для строя критчер. За пять маны. Ну, да, примерно столько и стоит. Там, в First Zone 4 не стоит, например. В МТГ есть дешевле и есть дороже. Так, мы добрались куда нужно, но внезапно там пипец много культистов всяких. Нужно их быстренько... Это не похоже на культистов, это похоже на каких-то зомбарей. С ним что-то может быть не так. Тедрик культист. Окей. Ага. То есть у них есть два начальных существа. Shadow Lane и здесь... No special rules on the slay, а это обычное. Неплохо они начали спамить. Ой. А, это три маны. Хорошо, тогда начнем чистить вот эту линию. Потом, когда поставим сюда это, потом... Блин. Начал чистить, как говорится. Может быть, она... Так, они еще и... Фразы не придумали разные, да? Ну ладно. Вот у меня есть классный гард. Если его еще там куда-то надо поставлю, будет очень круто. Очень надеюсь, что вот эта вот хренька сейчас сделает как надо и добьет моего чувачка. Решил пробить. Хорошо, друзья. Черт вас... О. О! Круто! Сработало! Отлично. Отлично сработало на самом деле. Очень хорошо. Так, друзья. Значит, что мы делаем? Сейчас мы призовем эту девочку, нашу красную триману. Вот его сейчас работало в профессии, и я смог призвать эту девочку и очень сильно изменить ход боя. Я добиваю... Чищу это дело здесь сюда, и пошел-пошел сильно вталкивательное лицо. Здорово. Так, что они будут делать? Они добьют вот эту... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кому? Четыре-два, конечно, да. Кому еще он может задонуться? Я понял, по-другому быть и не могло. Так, четвертый ход я смогу сейчас сделать следующий. Я смогу вызвать гарда крутого. Так, друзья, что мы делаем? Мы сейчас пытаемся поломить им щеки. И заканчиваем на этом ход. Интересно даже. Сразу... Ого! Пять! 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 Твою месть! Так, 3-6, не хватает. Плюс... Ну что, друзья, тут... Далеко не уедешь на самом деле. Нужно сделать следующее. Нужно вызывать... Вот эту девочку сюда уносить. Так. На будущее себе. А сейчас звать сюда волка. Этим я ламываю. Этим я пробиваю по лицу. В следующем ходе я чарджем добью вот эту вот дрянь. Ага. Все понятно. Так, а кому ты еще уносишь два урона? Сюда. Все. Так. Какие волкобрах настал? Пять урона. Это, блин, мощь. Но да ничего. Так. У нас есть... Нет, нет, нет. Все-таки чарджем я чарджем. Это понятно. Дальше я накатываю на волка щит. Добиваю. Вот этим товарищем. Единичку. Волк накачивается на два плюс. И я ломаю по лицу. Хорошо. Пока такой план. У меня есть очень крутой вард. Три-три. Хорошо. Все, у него карт нету. С этим мы разобрались. Так. И все существа получают одинку хп. Это очень здорово. Так. Что дальше? Дальше мы продолжаем творить беспредел. Таким образом, чищем себя в поле. Волком днем лицо. Замечательно. Тоже, в принципе, хорошо. Неестественно, ты будешь прибивать или нет? Ты останешься. Ну что ж. Так скажешь. Вот. Когда вы призываете существу, это существу получает... Надо же кричать за существу получать быстрее хп. Отлично, на самом деле. Подождите. Не это существу. Вы получаете один хп. Вы восстанавливаете себе один хп. О, как. Несмотря внезапно. Ну, ладно. На этом все, друзья. Мы забили только что его. Это было не тяжело. Их и обзорах уже карты. Сейчас идут. И к тому же компьютер какой-то не очень сложный. Получаем пятый уровень. И на этом будем подводить какие-то итоги, наверное. Так. Открываем улучшение. У нас идет развивочка на... Можем сделать из своего дрюга просто броню, тупо пустить его на броню. Либо можем пустить его на улучшение и дать ему свойства. Уничтожает enemy support card. Это очень-очень классная карта. То есть, видите, за 4 плюс 3-3, конечно, неплохо, но... Вот support card уничтожить какую-нибудь, это, на самом деле, здорово. То есть, раз такой карты нет, потом пускай будет. Наверное, она пригодится когда-нибудь. 4 маны просто стоит, но... И открываем себе еще card pack. Давайте откроем себе card pack, друзья. Как раз очень хорошо получилось. А... Серьезно, то есть... Хорошо. Бертащим. Нифига, не хардстол. 6 карты, наверное. Не 5, а 6. Так, получаем mighty lie. Могучий союзник. При вызове подойдет при 3-0. При... Иметь пробитие. Если сверху... Если пришла сверху колода, наверное, не знаю. Дальше. При вызове... Тянем карту. Если вражеская руна уничтожена в течение этой игры. В принципе, неплохо, но 4-2... Так, с... О! Союзные волки получают плюс 2-0, друзья. Альфа волк у нас, друзья. Это классная карта, хочу вам сказать. Ну, чашишь 1-1. За 0 маны. Вот это вот круто. Чашишь за 0 маны. Может быть добивать там 1 урон кому-то вносить. Или просто бить. Професси. Тоже неплохо 1 урон при вызове. Здорово. И синенькая карта. Пробитие. И плюс 1-1 на улучшение за 0 маны. Тоже, тоже ничего так весьма. Давайте посмотрим, сколько стоят у нас карты в магазине. Здесь есть какая-то Store. Здесь есть денежки, видимо, игровые. Мы можем за... Как в Хэрдстоне, тоже стоит ровно 100 монет. Два пака стоят 3, 7, ну и так далее. 60 паков стоят еще дороже, чем в Хэрдстоне. Горазно дороже в евро ценнике. Просто офигеть на самом деле. Ну да ладно. Итак, друзья. Давайте на этом будем заканчивать. Что мы можем сказать по поводу игры? Итак. Пока это для меня очень-очень-очень похожая на МТГ игра, которая имеет, по сути, только немножко другое стилевое оформление и другие названия от них и тех же способностей. Отчасти она копирует МТГ, отчасти она копирует Хэрдстоун. Хорошо это или плохо, не знаю. Зачем-то ввели разделение на две линии, дабы просто внести какие-то новые игровые механики. То есть, чтобы людям не сказали, ну это же совсем уже то же самое. Они чем-то пытались ее разбавить. У них это, скажем так, получилось. Вот сейчас небольшой запал под последние бои, когда новые карты стали добавляться, он появился. Из очень классного отмечу выбор развития карт. Пока не понимаю, как это все будет вне кампании, потому что если у тебя несколько карт, как ты их будешь прокачивать, можно ли развить несколько карт по-разному. То есть, взять одного того же, например, жука своего, взять и из одного сделать броню, из второго сделать жука на уничтожение суппорта и так далее. Это всем нужно разбираться, в это все нужно играть. Эта игра определенно на канале не поселится. Скорее всего, если вдруг вас почему-то дико не пропрет, а я думаю, вас не пропрет, вы просто посмотрите, скажите, ну, прикольно. Те, кому заинтересуют, сами скачают, прикрают. Благо, качается она через тот же лаунчер, что и Fallout Shelter, поэтому я не пылился ее скачать. В целом, ощущение неплохое. Думал, что будет гораздо хуже. Всем советую попробовать, кто любит карточные игры. Просто, чтобы иметь возможность сравнивать, ну и сказать там, за столом, в кафешке, какое-нибудь сообщение с друзьями. Э, а я тут недавно пробовал, этот, Legends, оно оказалось хуже там, МТГ, или лучше МТГ, и начнется спор, это будет весело. А вдруг вас затянет, и вы сами захотите играть. Так что, вот пока такая вот информация. Жду ваших отзывов, друзья. Пишите в комментариях под этим видео, что вы думаете по поводу этой игры, и если не согласны со мной в чем-то, с удовольствием с вами поспорю, либо просто почитаю ваше мнение. А на этом все, мы еще услышимся. Пока.